Здарова пацантре, это 42 серия нашего пути владельца бара, и ребят, я тут подумал, пока вы тут пыхтите над новыми квестами, я пожалуй слетаю в командировку в Vice City, надеюсь подписаться ты не забыл. Ох ребят, я не завидую тем, кто будет получать рабочую визу для Vice City, потому что там я только что простоял около получаса и еле-еле вообще нашел сотрудника. Так, стоп, а почему я вообще еду на велике? Он мне теперь точно не пригодится. Делаем вот так, и теперь у меня есть вот такая вот доска, которую я могу носить с собой и ездить вообще из любой точки. Спасибо обновлению. В общем, прежде чем отправиться в Vice City на заработки, я вам хочу показать прибыль нашего бара. Вы это частенько у меня просите в комментариях, но честно, я не вижу смысла показывать вот это. За сегодня наша прибыль всего лишь 1000 рублей. Ну а в целом прибыль за 3 дня у нас вот такая, и согласитесь, пора уже продавать наш бар и вообще все, закрывать рубрику. Ладно, шутка. Короче, ладно, едем в аэропорт, меня там уже ждет мой частный самолет для отправки в Vice City. В этот город у нас добавилось 3 новых работы, и сегодня я хочу на них посмотреть. Так, у меня есть буквально 45 тысяч в Vice City долларов, я думаю, что в принципе мне этого будет достаточно. Следующий рейс в Vice City у нас будет только через час, ну а я в принципе могу вылететь сразу на моем кукурузнике, если я не ошибаюсь. Я просто никогда этот самолет вообще не видел. Все, мы на месте. Онлайн, конечно, на Vice City как будто и не добавляли никакого обновления. Смотрите, у нас нету даже таксистов, ни одного таксиста около аэропорта. Похоже, мне первый раз за очень длительное время пригодится мой роллер. Вот эта работа для меня, наверное, самая интересная, потому что спасатель это, согласитесь, что-то новенькое. Вон у нас, смотрите, уже какой-то спасатель в жилетке, бежит по берегу моря. Похоже, там кто-то утонул, и он спешит на помощь. Так, заранее осуждаю. Устраиваемся на работу пляжного спасателя. Вот такую вот красивенькую одежду нам здесь выдают. И я так понимаю, вот эту вот вышку мне сейчас нужно занять, и оттуда, я так понимаю, смотреть... Ааа, в бинокль. Смотрите, сколько народу тонет. Найдите, кто тонет. Но я пока не могу никого найти. Все, я понял, смотрите, мы смотрим за каждым вот этим вот плавающим. И вот так вот с помощью бинокля мы анализируем, какое у него состояние. Здесь чел стабилен. Так, вот, все, я засек вот этого паренька, который тонет. Отправляемся к нему на помощь, пока он там совсем не задохнулся, блин, в море. И я так понимаю, у меня остается буквально 20 секунд, чтобы его спасти. Это как? Нет, походу я его не спасу. Попытка номер два. Я только что потратил 3000 на аренду вертолета. Посмотрим вообще, получится ли эти 3000 на этой работе окупить. Так, кажется, вижу утопающего. Вся. Так, все, вижу пострадавшего. Отправляемся теперь быстренько за скутером. Надеюсь, в этот раз меня уже не крашнет, потому что это будет совсем тупо. Короче, еще минус 3000 на аренду вертолета. И уже на этот раз оказалось, что у меня, оказывается, нет рабочей визы. А я ее получал ровно полчаса назад, когда еще был в Сан-Андресе. И, кстати, в инвентаре она у меня тоже была. Ну, а здесь у меня и вовсе пропала работа из статистики. Большое спасибо, отлично поработал. Следующий мой пункт назначения это почтовая служба. Тратим еще 3000 на вертолет. Ну, и здесь вроде как, кстати, дела обстоят получше. Нету ни одной свободной машины, значит, все работает. Так, ну здесь я хотя бы смог сесть вообще в эту почтовую машину. И я так вижу, что работники здесь есть, потому что вот этих фургонов на сервере просто куча. Короче, я так понимаю, первым делом мне нужно загрузить посылки. Ну, и я так понимаю, что вот эти вот 10 посылок, которые у меня загрузились, мне нужно просто развести по адресам. Первый адрес у меня... А, ну да, конечно, в самом низу карты. Ладно, поехали. Да, короче, 10 тысяч долларов у меня уже просто улетели вместе с мавериками. Огромное спасибо просто работе спасателя. Надеюсь, что этот фургончик станет денежным. И с ним я хотя бы смогу отбить эту десятку. Вот он, первый дом, к которому я подъехал, в который мне нужно разгрузить посылку. Сначала ее нужно взять и отнести, получается, сюда. И получим за это 280 долларов. Долларов. Я понял. Следующий дом у меня находится примерно минутах в пяти езды отсюда. Ну, и я так понимаю, что за 10 посылок мы получим в целом 2800 баксов. То есть один арендованный маверик. Ну, и честно, особо большой прибыли в этих работах я пока что и не вижу. Вторая моя посылка. Я так думаю, что в принципе, по логике, вместе с этим ящиком нам может упасть и какой-нибудь ларец. Но, походу, не в этот раз. И опять ехать на другой берег. Да, пока что кажется, что все деньги я в итоге буду тратить тупо на бензин. Третья посылка. Ну и, пожалуйста, хотя бы здесь-то ларец тоже нет. Пятая посылка. Шестая. Седьмая. Восьмая. Так, ну, ребят, я не знаю. Я объездил весь Вайсити, доставил 8 посылок по адресам и ни одного ларца мне не упало. Даже самого дешевого. Следующий дом у меня снова находится на другом берегу. И пока что, действительно, я не верю в то, что за эти две посылки мне упадет ларец. Хотя бы один. Но я обещаю, я буду стараться. Все. Оказалось, что это я все неправильно понял. Ларцы выпадают тебе только после десятой перевезенной посылки. Так что довез я девятую и десятую и случайным образом получил ящик Майнкрафт и ящик с мотоциклами. Пришло время заправиться. И, честно, я изначально думал, что стоить мне это будет всю мою зарплату. Но оказалось всего лишь половину. Ладно, здесь уже, конечно, чисто моя вина, что я не догадался взять с собой канистры из Лос-Сантоса. Отдаем двадцатую посылку за сегодня. И на этот раз выпадают ларцы уже, кстати, получше. Снова один с мотоциклами и один супер авто ящик. Кстати, походу я разгадал тайну всего в Вайсити. Эти дома с посылками, оказывается, ставятся не рандомно, а каждый раз просто даются одинаковые. Вот, например, здесь я заранее показал, где будет следующий дом и в итоге оказался прав. Правда, к чему вам эта информация, я не знаю, но просто такое наблюдение. На третий раз упали, кстати, два самых дешевых ящика, поэтому сворачиваемся. В общем, ребят, я решил не уезжать из Вайсити без денег, поэтому все-таки решил еще раз, уже третий раз попробовать себя спасателем. Пока что я не особо вижу, чтобы кто-то тонул, а вот, кажется, и он танцует там. Так, вот теперь я попробую сесть в скутер немножко по-другому, не сверху, а из воды. Я надеюсь, что поскольку я в жилете, я как бы в воде в этой не утону. Так, нормально. Как залезть-то? Я не могу залезть из воды, но я знаю, что меня сейчас кикнет. Сто процентов. Если меня кикнет, то я лох. Вот, я сажусь. А как? А че не садиться? А я могу, интересно, до этого чела просто доплыть без скутера, потому что в них я теперь вообще не могу сесть? Что за бред, я не знаю. Ну, вот он, танцующий человек. И, да, все-таки я должен находиться за рулем. Блин, какая-то бредовая работа с кучей просто багов. Смена завершена. Отлично. Поработал. Так, ладно, еще раз идем. Что за бред? Почему скутеры, блин, не работают? Почему они закрыты? Я не понимаю. Я наконец-то его взял! Ну, наконец-то. Все, плывем к нашему челу, который тонет. Но сразу скажу, вот этот вот скутер, он абсолютно неуправляемый. Все, я подобрал нашего утопающего. Нам необходимо, я так понимаю, припарковать наш вот этот скутер. И вот так вот нести пострадавшего, вот это я понимаю. И мне сейчас заплатят за это 850 баксов. Наконец-то! Вот теперь-то я смогу заработать. Отлично! На баланс зачислено 850 баксов. И просто отправляемся заново на вышку. Надеюсь, тех же проблем со скутерами у меня больше не возникнет. Так, ну кому здесь требуется моя помощь? А вот похоже, что ему. Так, конечно, вот в этот раз вот с этой дальней вышки бежать уже гораздо дольше. И у меня времени остается все меньше. Самое главное, конечно, чтобы у меня ничего не случилось с моим скутером. Потому что если он опять меня кикнет, это будет просто фиаско. Просто до свидания. Несем уже второго нашего тонущего. И я так понимаю, что вот это действительно топовый заработок на Vice City. Потому что 850 долларов на деньги Каса Гранде это 200 тысяч. И за эти вот 3-4 минуты я заработал, получается, 400 тысяч. Вот это я понимаю. Вижу нашего третьего клиента. На этот раз эта девушка. Вон, я тебя вижу, блин. Смотрите, кстати, а вот этот вот спасатель прям предусмотрительный. И у него как-то в руках появилась девушка, которую он спас. А мы сейчас сами видели, что он никого не спасал. Он просто приехал на своей машине. А если мы сядем в скутер, выйдем из него туда. Все, я понял. Нам достаточно просто выйти из машины, как сделал тот же парень. И у нас в руках будет пострадавший. Конечно, это баг. И, наверное, нежелательно им пользоваться. Но пока не пофиксили. Заработано за час почти 35 тысяч баксов. Делаем небольшие подсчеты. Умножаем всю эту сумму на 119. 4 миллиона я заработал за час. И это при том, что на Каса Гранде очень маленький курс обмена. 119 баксов всего. Если вы играете на каком-нибудь другом сервере, чуть постарше, то вы бы заработали за этот час миллионов 8, а то и 10. Водитель погрузчика. Это наша третья работа по счету, которую добавили на Vice City. И, честно говоря, я уже немножко устал. Это для вас прошло буквально 10 минут. Ну, а я работаю уже здесь примерно полдня, кажется. Первое, что мы замечаем на этой работе, это то, что никого вообще нет у нас менее. И в отличие, например, от почтальонов, все машины, вот эти вот погрузчики, свободны. Я думаю, здесь мы делаем достаточно легкий вывод, что работа не очень прибыльная. Так, моя обязанность, это получается брать вот этот вот ящик. И на ту метку нам нужно его привести, чтобы разгрузиться. За один этот ящик мы получаем 150 баксов. И, честно, я могу сразу сказать, что эта работа самая, наверное, неприбыльная. Если бы за один ящик платили бы хотя бы 300... В общем, я могу сразу сказать, что работа неприбыльная. 300 баксов за 3 минуты работы. Обмениваем наши честно заработанные денежки, принимаем. И нам зачислено 8 миллионов 158 тысяч. Если я ничего не путаю, то на 40 тысяч я поменял 4 миллиона. Поэтому за сегодня я просто приумножил в два раза. За полдня в Vice City я заработал всего лишь 4 миллиона. И, наверное, стоит возвращаться обратно домой в Сан-Андрес. Там нас ждут праздничные квесты. Но об этом уже в следующей серии. Всем пока.